Найти достойного соперника для Александра Емельяненко в годы его пиковой формы было делом очень непростым. Александр был звездой Pride и крушил своих соперников пудовыми кулаками направо и налево. С 2007 года он также успешно выступал в супер боях и на турнирах М1, однако храбрецы находились и иногда даже случались сенсации, как в случае с нокаутом от Магомеда Маликова. Но чаще же сам Александр праздновал успех, включая свою ударную мощь на полную катушку. Сегодня мы вам расскажем о поединке, который состоялся на турнире M1 Challenge 9 и прошел 21 ноября 2008 года в Санкт-Петербурге. Соперником Александра стал очень перспективно тяжелая СС Корея Санг Су Ли. За его плечами было 16 побед при всего трех поражениях. Он побеждал таких бойцов, как Виталий Шеметов, Роман Зинцов и Малик Ндае. Также корейский боец неоднократно проходил сборы с командой Red Devil, где получил от российских товарищей по команде боевое прозвище Samsung. Там он тренировался и с братьями Емельяненко, хорошо знал их, и потому был полностью уверен, что ему по силам одолеть Александра. Как вы прекрасно знаете, организация M1 Global проводит турниры уже почти 24 года, и за это время состоялось более 3000 зрелищных и крутых боев с участием самых элитных спортсменов из разных стран мира. За долгие годы наша компания удержала самую высокую планку качества. Как и более 20 лет, ее удерживает компания All Time, крупнейшая в России федеральная сеть ювелирно-часовых магазинов. В интернет-магазине и салонах All Time представлено более 20 тысяч моделей часов, от премиальных швейцарских до демократичных японских, немецких и российских производителей. А в ювелирном направлении представлено более 100 брендов украшений, среди которых есть как редкие нишевые марки, так и мировые лидеры в области бижутерии и драгоценностей. Широкий ассортимент часов и украшений, представленный в All Time, позволяет удовлетворять запросы самых разных клиентов. Однако, All Time – это не только разнообразный шопинг, но еще и высококлассный сервис. Эксперты компании помогут вам определиться с выбором, расскажут о последних новинках, проведут экскурс в историю часовой и ювелирной промышленности и научат самым актуальным стилевым приемам. А еще, для всех покупателей предоставляются услуги гарантийного обслуживания. Какой бы способ шопинга вы не выбрали, на сайте или в магазине, с All Time он всегда будет успешным и комфортным. Переходите по ссылке в описании и закрепленном комментарии, и приобретайте качественные и крутые аксессуары. Пропонент Александр Емельяненко from here in Russia. 13 wins, just 3 losses. 27 years old, 20 pounds heavier at 260. Сан Су-Ли is 1-0 in the M1 Challenge, fighting for Team South Korea in the heavyweight division. Of course, he defeated Malik Ndiaye of France, a man who outweighed him by 31 pounds. That by submission. He also defeated Roman Зенцов, the outstanding Russian MMA fighter, in an M1 superfight in Seoul, South Korea. Александр Емельяненко, last fight, fought 7 1⁄2 months ago. He defeated Silvio Santos of Brazil, here at the Ice Palace in St. Petersburg, Russia, in an M1 Challenge superfight. Емельяненко, 7 pounds heavier than that fight. He's carrying 260 pounds well, though, Jimmy. He is, and one of the reasons he is, is he's a very tall heavyweight. That's what Сан Су's gonna have trouble overcoming, is he's the shorter man. And Alexander Емельяненко, very fast hands, very good at using his range. Round number one, both men in the black trunks, Emelianenko in the longer black trunks. He, of course, is the younger brother of the best fighter on the planet, Fedor Emelianenko, the undisputed heavyweight champion of the world. Сан Су mixing up well with the strikes. Alexander trying to find him with that jab. A referee from here in Russia, Viktor Korniev, looking on very closely. So far, it's been all stand-up to start this fight. Scheduled for three, five-minute rounds. Oh, nice knee. Oh, good combination. Lee backing up. Wisely closes the distance. He does not want to stand and trade punches with Emelianenko. Alexander Emelianenko has almost middleweight hands, Sean. Throws combinations very, very quickly. A lot of heavyweights don't do that. They throw one punch well. Not Alexander Emelianenko. He throws four, five, six very well. He just missed by Alexander Emelianenko. Went for the point of the chin on Sang-Soo Lee. Oh, nice jab. Beautiful lead left jab by Emelianenko. That's going to be the key to the fight is can he keep Sang-Soo Lee at range? So far, I'd say the answer is yes. Able to stick that jab. See some redness above the left eye of Sang-Soo Lee. To me, I would say the biggest thing for Sang-Soo Lee is to keep your cool in the first round. This is intimidating. Fighting Alexander Emelianenko, legitimate top ten, maybe top five in the world. Nice right hand by Lee. In St. Petersburg, Russia. Now Lee against Roman Zensov was very successful on the feet, but that was against a much shorter, stockier opponent. It's a whole different ballgame against Alexander Emelianenko. That was also in his home country of South Korea. Tonight, we're in the opponent's home country, Emelianenko's Russia. Left hand by Emelianenko. No answer for Sang-Soo Lee. He just cannot get off with the hands as long as Emelianenko keeps growing. Look at that. Well, he's got a lot of ground to cover to do damage. He's trying to push him to his punches, but Emelianenko, too much for him, and that's it! That's a quick stoppage, and that is it. Well, you don't see any argument from Sang-Soo Lee. I think he was hurt, and he knew it. This fight never came particularly close to going to the ground. Alexander Emelianenko finding his range with that jab over and over again, this time following it up with the right hand and landing effective combinations with those middleweight hands. He's a heavyweight, but he does not throw punches like one. Lee dropped by the combination. No grappling in this fight. All stand-up. In first-round TKO, Alexander Emelianenko is victorious. All right, guys. All right.